Субботнее замечательное теплое утро собрало на берегу Северной Двины сотни катлашан и гостей города. Разлетающаяся по парку заводная музыка, радостный детский смех, прекрасный вид на красавицу реку. Все это создавало у людей прекрасное настроение. Отличное настроение. Как вам Двинопарк? Понравился. По крайней мере, что-то благоустроили у нас на реке. Да, очень понравилось. Вот, Никите, очень понравилось. А что тебе больше всего понравилось? Делавалы. Детям отдохнуть и взрослым, то есть как-то преобразилась набережная. Динозавры. А что еще? Ну, все красиво. А что тебе нравится? Ящерицы. Многие пришли в Двинопарк прогуляться, а еще заодно посмотреть церемонию открытия нового для города объекта. Вместе с общественностью, вместе с нашими художниками, с нашими представителями бизнеса, мы обсуждали и приняли решение. Котлашане давно ждали красивую набережную. Это стало основой идеи создания здесь, на этом месте, на берегу, откуда, по сути, начинался Котлас. Двинопарк примечательен всем. Дорожками, по которым можно прогуливаться, беседками и скамейками для отдыха, сматровыми площадками, с которых наслаждаешься видом на реку. Новый арт-объект несет в себе и познавательную функцию. Увидеть воочию копии Котласа и Двиньи – звероящеров, которые около 200 миллионов лет назад жили на территории современного Котласа. Эти возможности дал Котлашанам и гостям города новый арт-объект. На самом деле прекрасное место. Еще месяц назад не верилось, что вот здесь возникнет такой прекрасный объект. Сейчас просто видим улыбки горожан. Я думаю, что это станет излюбленным местом. Ну и мы, естественно, гостям тоже будем навещать этот объект. Строительство на сегодня, оно не бывает малозатратным. Все равно любой серьезный проект – это серьезные инвестиции. Поэтому то, что город смог найти финансы для этого объекта – это, я думаю, честь и заслуга администрации. Как вам объект? Мне нравится. Открылся прекрасный вид на реку. Есть место для прогулок детей, молодежи, велосипедистов. Есть смотровая площадка. То, что нужно обязательно городу. По современным ценам, ну, это столько и стоит. Потому что без какого-то шага, без какой-то концентрации средств на решение вопроса, это бы ничего не получилось. На церемонии открытия Двинопарка вспомнили и тех, без кого экопарк не был бы создан. Это Александр Хрусталев, инициативная группа «Портал эстетика», Вероника Скорнякова, Алексей Медведев, группа «Элим» и компания «Северная роза». Наконец-то мы закончили строительство экопарка в городе Котлас. Погодные условия, как сказал глава администрации, были тяжелые. Лета уже не было, но мы героическими усилиями в две смены работали, то есть смогли к началу июня закончить этот объект. Из того, что получилось, ну, практически все получилось. Единственное, что не успели сделать газоны, посадить деревья, кусты, цветники. Экопарк обязательно будет благоустраиваться и дальше. То, что есть сейчас, только отправная точка. На днях начнется озеленение объекта. На эти цели наши соседи из Коряжмы, группа «Элим», в качестве подарка к 100-летнему юбилею Котласа, официально вручили сертификат на 1 миллион рублей. Вместе мы как раз тот кластер, который дает развитие всему Юго-Архангельской области и соседним регионам, которые привыкают к нам. Мы, соответственно, заинтересованы в том, чтобы город развивался, чтобы мы развивались вместе с этим городом, с этим городом-юбиляром. И желаем городу подсветания, развития, жителям здоровья и удачи. И вот еще раз год экологии, психологически ответственная лесопромышленная компания. Вот этот миллион рублей, экологический сертификат дарим вам. Арт-объект, туристский бренд города, фотозона, экопарк – это все удивительно логично вместилось в один объект, не имеющий аналогов в наших краях. Отметил это и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он также побывал в двенопарке с визитом. Свою оценку новому городскому объекту дала депутат Государственной Думы Андрей Палкин. Еще одним местом, куда будет приятно прийти котлашанам, это хорошо. Скажите, пожалуйста, вы не считаете траты на строительство двенопарка напрасной тратой денег? Ну, мнения, значит, на сегодняшний день у горожан разделились. Ну, я считаю так, это останется. Если будет нравиться людям, значит, нормально все. Двенопарк создан для нынешнего и будущего поколения котлаша. Сотни фотографий маленьких и взрослых в соцсетях со звероящерами двиней и котласей, со смотровых площадок двенопарка. Не это ли знак популярности экопарк, говорящий сам за себя?